Час в подробностях недели. Что скрывают налоговые декларации депутатов? Я жил на мои сбережения. Кто в радие самый скромный и от чего отказались слуги народа во имя народа? Ну и обычно на отдыхе экономят. Как жили депутаты, официально получая 18 гривен в день? В поисках личного и безвизового счастья. Как можно вот украинцу найти жену в Молдавии? Визовая афера как самый короткий путь к сердцу Евросоюза. Вы мне дадите шанс познакомиться больше, может быть, куда-то пройдемся. Подзвон колоколов и рокот пушек. Каких-то 15 километров от линии фронта и празднование Пасхи выглядит иначе. Пасха в Донецке. Глазами Андрея Лоща. Одесские взрывы. Около сотни людей задержаны. Мы нашли тех, кого обвиняют в терроризме. Факты и судьбы. Прямо сейчас. В подробностях недели. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Вечер добрый. Вечер добрый и с праздником. Христос воскрес. Ну, согласитесь, к Пасхе в этом году мы с вами отнеслись по-особенному. Накануне, по крайней мере, в Киеве необычно много людей шли вечером в церковь. И все потому, что в условиях кризиса еще сильнее хочется праздника. А еще потому, что когда в стране война, очень важно понимать, что есть что-то сильнее смерти. Что она не всесильна. И вот этот благодатный огонь, который в нашу студию привезли прямо со святой земли. И этот день лучше этому подтверждение. Ну и, к сожалению, даже сегодня, даже в праздник мы все-таки вынуждены говорить не только о нем, хотя обязательно поговорим, но и о коррупции и о терроризме. Темах, которые мы с вами обсуждали, о которых спорили на уходящей неделе. Так что в этом в эфире обязательно вместе разберемся. Как идет расследование обвинений правительства Яценюка в коррупции и растратах? Почему каждый пятый украинец хочет уехать из страны? Ну, еще прямо здесь, в прямом эфире, выясним, что же происходит в Одессе. Более ста задержанных, резонансное дело о терроризме. Что за этим стоит? Правда или показуха? Разбираться будем вместе. Так что, начинаем. Дело о 7 миллиардах. Одна из главных тем уходящей недели. Ну, наверняка все вы слышали эту цифру. Объем возможных хищений в правительстве, озвученный бывшим главой Госфининспекции Николаем Гордиенко. Эту сумму называли и во время всевозможных ток-шоу, и в новостях, и во время заседаний комитетов Верховной Рады. А вот задумывались ли вы, а как выглядят 7,5 миллиардов гривен? Каков масштаб коррупции? Если всю нашу студию заполнить стопками с самыми крупными купюрами, которые только есть, по 500 гривен, то получится, вот смотрите, 5 миллиардов гривен. Еще 2,5 миллиарда даже здесь, в этом огромном помещении не поместится. Весит, весит этот объем наличности, ну, ни много ни мало, 10 тонн. Думаю, в реальной жизни такое количество наличности, разве что Виктор Янукович видел, который, если помните, предпочитал украденное. Хранить именно наличными и перед бегством из страны вывозил деньги грузовиками, вывозил в Россию. Вся минувшая неделя прошла в спорах, как расследовать факты, вскрытые Николаем Гордиенко. Часть депутатов настаивала, мол, нужно следственную комиссию создавать. Если объединить в нее самых разных депутатов, любых взглядов от любых фракций, расследование уже не заболтаешь, не спрячешь найденные факты под сукно. Другая часть парламента неожиданно жестко сопротивлялась самой этой идее, мол, разберемся в комитетах. Как раз второй вариант в результате и был проголосован в зале. Ну и давайте в этой ситуации прямо сейчас детально разберемся. К нам гости подъехали в студию. Проходите, пожалуйста, вечер добрый. Спасибо, что, несмотря на праздник, нашли время. Сергей Каплин, депутат блока Петра Порошенко. Андрей Ильенко, внефракционный представитель партии «Свобода». Спасибо, что приехали. Скажите, а вот почему всю эту неделю мы только и говорим об этом коррупционном скандале? Ну, вроде бы уже не первый. Что такого в материалах комиссии Гордиенко, в материалах Гордиенко, что это вызвало и такой ажиотаж, и такое внимание в стране, и такое сопротивление многих ваших коллег? Вы знаете, своего часа, с Радянского Союза и сейчас, очень много людей болевало за футбольный и хоккейный клуб ЦСК. А сегодня миллионы украинцев, переважная большинство, болевают за ЦСК. Даже мой сын, которого нечедавно было деньгоден, с ранку прокинувся. И первое вопрос задал мне не про подарунок, а про те, так что будет ЦСК? Тимчасовая слідчая комиссия. Тимчасовая слідчая комиссия. Гордієнко сделал впервые за историю страны, за 23 лет, надзвичайно гучную заяву. Заяву про коррупцию в размерах майже 8 млрд грн. В приватной разговоре с мной, он сказал, что если бы дали возможность продолжить далее расследование, он бы там накопал до 20 млрд грн. И что важно знать, это не просто его как-то окремая ревизия. Працювало около 6 тысяч ревизоров. И тогда, когда извинувачивают Гордієнка в какие-то политические упереденности, или профессионные упереденности, или за то, что это начебто какая-то помста, это неправда. Працювало 6 тысяч найкращих фаховых людей. То есть это не политическая заявка, это паперы, которые это доводят. Андрей, вы мне скажите, почему саме до, ну, так же самое вопрос, как до пана Сергея, почему саме до цієї справи Гордієнка, назовем ее так, сейчас такая величезная увага, такой супротив был в зале? Ну, по-перше, потому что сегодня мы побачили, это уже несколько недель, когда идет этот скандал, мы побачили не просто заявы кого-то из НАТО, потому что кто-то крикнул. Мы побачили заявы главы Держфенинспекции. Это очень серьезная посадовая особа в государстве. По-друге, эти заявы не были голосовыми. Они спираются на конкретные акты ревизии по конкретным государственным предприятиям. Там все это есть. Есть конкретные факты зловоживания. Больше того, прокуратура уже порушила 12 криминальных проведений по этим фактам. Ну, это не голосовыми фактами. Ну, чекайте, вы же слышали, Минюст говорит, что ничего там нет. Ну, Минюст так говорит, потому что это Минюст, что личный друг Арсенія Петровича, и это, наверное, основная причина. И самое главное, что это в том, что этот уряд, который пришел на гаслах Майдану, до этого уряда повышена уважа общества. И любые факты коррупции должны с подвейной прискипленностью проверяться. Особенно, если это не просто какие-то там дребные зловоживания, а это колоссальные зловоживания. Ви можете пояснити, чому ви билися саме за тимчасову слідчу комісію? Ну, зараз створена робоча группа, там, навіть в прямом эфирі, це вперше, мені здається, транслювалося з заседанні комітету, і була частина депутатів, яка казала, ну шо, розберемося там всередині комітетів. А в чому різниця? Ми із колегами прийняли рішення надзвичайно ретельно, скурпульозно стежити за кожним кроком цієї робочої групи. І якщо протягом одного тижня її роботи ми побачимо хоча б одну ознаку зволікання, затягування з розслідуванням, влаштовування цього цирку протистояння, зриву її роботи, ми відновлюємо велику національну кампанію по збору підписів з вимогою створити ТСК. Це будуть мільйони підписів. Не треба говорити неправду про те, що тимчасова слідча комісія не має достатньо повноважень. Має. Законом передбачено, що ми можемо викликати навіть прем'єр-міністра України і приводом доставити на засідання комісій, отже. Це дуже важливий момент. Я просто хотів, щоб ми зупинилися на цьому. Дивіться, є ця цифра, 7,5 на вашому місці стояв пан Гордієнко в моїй програмі, він про це сказав. Чи не вперше. І ось як він формулює свої звинувачення, ось які цифри наводить. По даним проверок Госфінінспекції, більше всього убитків на автогазі. Более 2 мільярдів гривень. Схема була построена вокруг газу. Населению должны були поставлять голубе топливо, добытое в Україні, але використовували і імпортне, російське, ціна которого, як ми розуміємо, зовсім другої. Куди дівся газ української добычі, так і непонятно. В «Энергоатоме» ісчезли 1,5 мільярда. І цифра не окончательна. Ревізії ще продовжаються. Вот то, що вже известно. Свої поміщення здавали в аренду дешевле, чем нужно. Потратили крупні суми на оформление страховок, не имея на то права. А ще по завышенным ценам покупали запчасти, ремонтировали оборудование, нанимали охрану. А комплектующее продавали в Россію наоборот, по заниженным ценам. На продажу нефтепродуктов строили схемы в «Укргаздобычі». Цену українського сыр'я умышленно занижали. Как результат, недостача в 420 мільйонів гривень. Ревізії в «Укрзалізнице» показали нехватку почти 300 мільйонів. Железні дороги месяцами не платили деньги, но вони почему-то продолжали возить грузи в долг. А ще железнодорожники приписывали нули в счетах за ремонт і за модернизацию вагонів. І тратили ресурсов куда більше, чем нужно государственних денег. Может, ради откатов задумались в інспекції? А «Укрзалізпостачі» проштрафились при покупке дизеля у частних фірм. На каждой тонні коммерсанты накручивали более 10%. А предприятие молча платило. Убыток государства – 300 мільйонів. На покупки нефтепродуктов зарабатывали і в «Укрпочте». А ще платили куда більше, чем нужно при закупках і оплаті ремонтних робот. Всего растратили більше 60 мільйонів. 220 мільйонів гривень були потрачені з бюджета на модернизацию сетей госпспецсвязи. Хоча должен был це делать частний інвестор, которому разрешили приватизувати «Укртелеком». Але вопреки обещанням, деньги новий владелец складывать не стал. А чиновники Минфина закрили на це глаза. І потратили государственні средства. Именно по этому делу в Іспанії задержали Колобова, министра финансов времен Януковича. Но вот что странно, уже при новой власти Минфин пытается отменить акт этой ревизии через суд. І якщо це произойдет, оснований для ареста коррумпуванного чиновника не буде. Помимо цього, із-за действий Минфина в бюджете не досчитались більше полумільярда гривень. Министерские чиновники без необходимости вгоняли государство в долги. Брали займы, платили чрезмерные проценты и комиссии. Потратили миллионы на создание государственного земельного банка, который затем был ликвидирован. Нашумевший проект «Воздушный экспресс» – электричка из аэропорта «Борисполь», который так ничем и не закончился. Налево тратили и кредитные деньги, и бюджетные. И все с благословлением Минфина. Ну и стандартно зарабатывали на тендерах. За вашу информацию, за информацию, яку ви, Сергій, маєте, чи можно звинувачувати действующий уряд? Если уряд и защитники уряду уверены, что они чисты, что никаких претензий до них не может быть, что никакой коррупцией они не занимаются, что в зале у них Німк скоро появится над головой, то они первые мают идти до парламенту, до кого угодно и сказать, что мы готовы на все. Детектор брехни, темчасовая следственная комиссия, что угодно. В прямом эфире дебаты с Гордієнком. Любые варианты, потому что мы уверены, что мы правы. Так была в себе каждая человек, которая уверена в своей честности. За Гордієнком стежать. Я неодноразово от него слышу такую информацию. Больше того, специальные органы, а именно Альфа, Служба безопасности Украины, реагировали на его заявы и обеспечивали ему темчасовую охорону, потому что были конкретные примеры стежения за паном Гордієнком. Это первое. Другое. Кто это может быть? Это может быть, как певные службы, которые, очевидно, имеют оточение Арсенія Петровича, которые, возможно, отстеживают географию перемещения пана Гордієнка, его встречи, его жизнь. Другое. Это может быть несанкционирование стежения, потому что Генеральная прокуратура такой санкции не давала с боку Министерства внутренних справ. То есть у нас вариантов очень мало. Дякую. У меня остальное вопрос. До вас обоих. Дивите. А в истории Украины, даже в новой истории, было очень много заяв, гучных, хоррупционных скандалов, которые закончились над чем? Чи немае... Ну, окей. Чи есть гарантия, что эту справу будет доведена до конца? И чи немае вероятности, что, ну, дивитеся, травневые пойдуть, потом лето, потом отпустки, там, начнутся следовать, затягнуть. И мы никогда не узнаем. А что стоит за этой гучной цифрой 7,5 миллиардов? Я уверен, что эта справа будет, фактически, справа честя для всех тех людей, которые подняли это вопрос, для всех тех людей, которые требовали какого-то расследования. И это не только народные депутаты, это тысячи людей, которые брали участь в акциях, это уже те люди, которые подписали ответственность о создании ТСК. Все те люди, которые этим всем святыкали и обурены этим. Это все наше спільное завдание всего общества – довести справу до конца. Нарешті, после Майдана, мы должны начать с чистого листа. Не должно быть никаких выключений, не должно быть недоторканных. Мы должны честно все расследовать. Меня больше турбует, знаете что? То, что такой шаленый спротив расследования. Вот это наибольшая проблема. Чому так происходит? Чому нет, опять же, прозоростей? Чому нет открытости? Чому все пытается говорить? Потому что есть что приховывать, потому что есть страх. 8 миллиардов гривен, которые, возможно, были вкрадены в украинских граждан – это половина військового реального бюджета Украины. Это в сотни раз больше, чем выделяется на протезирование бойцов АТО. Это в десятки раз больше, чем выделяется денег на харчевание детей. Это в четыре раза больше, чем речный обсяг бюджета на украинские дороги. Это часть дефицита пенсионного фонда Украины. Как вы думаете, мы спустим на ни этот процесс, ни в никаком разе? В этой стране, наконец, заграти сяду. За 23 лет, впервые, не какой-то дробный чиновник. Я не исключаю, что министр, а, возможно, и премьер-министр Украины. И это будет настоящий начаток войны с коррупцией. Войны на справе, а не на бигбордах. Спасибо, что пришли в студию. Незважно на свято, что были с нами, говорили про это. Может, нам, ну, и действительно, в этот святковый день не очень хотелось бы говорить про коррупцию. Но это главная тема. Тема этого и не только этого. Спасибо, что были в студии. И будем ждать тогда, как развиваться. Святами, дорогие украинцы. Как развиваться. Счастья нам, здоровья, успехи, перемоги и главный мир. Ну, еще один скандал. Скандал этой недели. Если внимательно посмотреть на декларации о доходах некоторых депутатов парламента, то можно предположить, что они на самом деле мастера выживания. Ну, вот разделишь их годовой доход, показанный в декларации, на 365 дней. И оказывается, что они жили чуть ли не на 20 гривен в день. Что скрывают декларации народных избранников? Давайте посмотрим. Это здесь они. Слуги народа. Прекрасные ораторы. Бесстрашные борцы с коррупцией. И сама скромность, если взглянуть в декларации о доходах. Народный депутат Семен Семенченко, бывший комбат батальона Донбасс. В 2013-м заработал 20 тысяч гривен. Жильем не владеет и не арендовал. Личного транспорта нет. Жил на 54 гривны в день. Бывший комбат заверяет, бизнес в том году шел не очень, вот и заработал мало. Ну, я обычно на отдыхе экономлю. То есть мы там в отпуск до очень давно не ездили. Народный депутат Игорь Масичук, бывший зам комбата Азова. В 2013-м заработал 6 тысяч 719 гривен. Жильем не владеет и не арендовал. Личный транспорт, Мерседес, Геленваген. С объемом двигателя 4,6 литра. Жил на 18 гривен в день. Подаровал батьку автомобиле все. И вся декларация. Народный депутат Антон Герасченко, советник министра внутренних дел. В 2013-м заработал 10 тысяч 331 гривну. Целый год арендовал трехкомнатную квартиру за 316 гривен в месяц. Владеет автомобилем Шкода. Жил на 17 гривен в день. Главный борец коррупции в парламенте заверяет, больше не заработал ни копейки. Я работал на минимальную заработную плату. Я не мог иметь никаких больших доходов и так далее. Я жил на мои сбережения. Реально ли прожить на эти деньги? Найти жилье, купить еду, одежду, добраться на работу? Мы решили проверить слова парламентариев. Для начала попробуем найти трехкомнатную квартиру. Два года назад, судя по декларации, Антону Герасченко удалось снять 76 квадратов за 300 гривен в месяц. Звоним в агентство недвижимости. Я бы хотел снять квартиру трехкомнатную. От 5 тысяч, как минимум. Извините, а нельзя так, чтобы где-то 400 гривен в месяц? Да, вы хотите трехкомнатную квартиру? Да, мы хотим трехкомнатную квартиру. За 400 гривен? Ну да. Найдете мне позвонить? Ну может здесь нам помогут? Я к вам по объявлению звоню. Я вас кушаю. Хотелось бы снять комнату. В идеале, конечно, 400 гривен в месяц. Такое вообще реально? Нет, конечно. Ну что вы? Это бред. Бред, хорошо. А какой самый дешевый вариант? Это колько местам в хостеле. 690 гривен это сахили же, подождите. 660 гривен тоже общежитие. Тихое, спокойное место. Сила Гроещина. Даже слишком тихое. Прекрасный вид из окна. Если будущие парламентарии и жили в подобных местах, то спали точно посменно. 316 гривен согласно декларации. Депутатская столовая. Интерьер в стиле эко-модерн. Антенны, банок на аудиторию проживающих здесь. Ну какая разная. Они вахтенным методом работают. Приехали, уехали, напились, вынесли. Соседи – настоящий простой народ. Да, я в политике тут выжил, я думаю. Дай дорого слишком. 660 гривен в месяц. Это нашим парламентариям не по карману. Может на еде удастся сэкономить? Мы посчитали, что наши герои целый год жили на 54, 18 и 17 гривен в день. Отнимем пару гривен на транспорт и вперед. Подбирать депутатский рацион. Первым делом нужно купить хлеб. Батон 5,25. Нам подходит. А для Антона Герасченко, правда, половинка. 15 гривен нет, это дорого. Возьмем, пожалуй, маленькую бутылочку. Чтобы бороться с коррупцией, нужны яйца. Лоток стоит 15,95. Нет, мы себе не можем позволить такую роскошь. 95 копеек за штуку. Возьмем 4. На основное блюдо возьмем бельмышель быстрого приготовления. Со вкусом курицы. На колбасе придется сэкономить. 209 гривен килограмм. Нет, это уровень как минимум министра. Себе мы можем позволить всего лишь палочку ливерной колбасы. Итак, мы скупились на заложенный бюджет наших народных избранников. И пришли к выводу, что Антон Герасченко может себе позволить пол батона хлеба, одну пачку бельмышеля быстрого приготовления и кефир. Игорь Масичук, в отличие от Антона Герасченко, может себе позволить купить целый батон хлеба. Ну а самый богатый рацион у Семена Семенченко. Помимо этого он может себе позволить 4 яйца, кильку в томате и даже палку ливерной колбасы. Олег Решетняк, Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и что об этой истории в самом парламенте думают прямо сейчас узнаем. Борислав Береза к нам подъехал в студию. Вечер добрый. Спасибо, что приехали. Вечер добрый. Борислав, а что вы, что ваши коллеги думаете по поводу вот этих чудесных деклараций, по поводу того, что оказывается те, кто сидят с вами в одном зале, в одном парламентском буфете, там в одних кулуарах курят, живут на 18 гривен в сутки. Вы знаете, сейчас же праздник, поэтому чудеса возможны. Особенно про эти чудеса надо спрашивать те, кто их создает. И явно, я думаю, у них будет какой-то интересный ответ. Ну послушайте, это найдет какое-то продолжение или вот скандалом, что он на этой неделе всего и закончится, дальше Пасха, дальше праздники и забудется? На самом деле в ближайшее время должно появиться АКБ, антикоррупционное бюро. И это бюро будет смотреть не как мы заполняем декларацию, а сколько мы тратим. Что у нас есть? Машины, квартиры, наше наличное, наше сбережение, наше имущество. И вот только после того, когда АКБ запустится, мы сможем четко увидеть действительно, кто чем владеет и кто декларирует свои доходы, а кто нет. Скажите, то, что сейчас происходит, вот эта путаница вокруг отмены, либо не отмены депутатской неприкосновенности, одна из важных тем на этой неделе, много ее обсуждали в новостях. Давайте разберемся, кто стоит за каким мнением, кто что лоббирует. Я изначально говорил, что в нашей системе, где абсолютно продажна прокуратура, милиция, суды, где решения принимаются по звонку или по заносу определенное количество денег, снимать депутатскую неприкосновенность нельзя. Кого захотят, посадят. Те, кто и раньше был неприкосновенен, но он сейчас не депутат, не задержан. Или мы можем назвать хоть какие-то имена и фамилии коррупционеров, известных коррупционеров, которые сидят на скамье подсудимых? Нет, мы не можем. Соответственно, я подозреваю, что это очередной раз попытка пойти на поводу у того, что хочет избиратель. Избирателю не объясняют, что нужно менять изначально всю систему. Избирателю не объясняют, что в этом случае все депутаты, которые будут идти против власти, против системы, те депутаты, которые действительно будут хотеть что-то изменить, они окажутся под прессингом правоохранительных органов. Ведь мы же знаем, как легко можно найти в машине 10 килограмм наркотиков, или миллион долларов, или еще что-то. Или завтра вдруг напишет кто-то, что один из депутатов, который идет против власти, вдруг совершил противоправное действие. И этот депутат моментально начнет задумываться, стоит ли ему идти против власти, стоит ли идти против системы. Или лучше, чтобы он прикрыл свою активность и стал таким, как все. Поэтому в данный момент, до тех пор, пока не произошла реформа прокуратуры, судов и милиции, до тех пор нельзя снимать эту неприкосновенность. И только победив эту коррупционную ветвь, мы можем смело говорить, в нашей стране действительно возможно честное правосудие. Ну подождите, вы говорите, победив коррупционную ветвь, вся эта неделя пример того, как одни заявляют о украденных 7,5 миллиардах, а другие говорят, что нечем расследовать. Вот именно поэтому я еще раз говорю, что пример, когда мы видим, что если кого-то обвиняют в том, что он коррупционер, есть два варианта. Либо предъявить доказательство, что он не коррупционер, либо согласиться на расследование, которое либо подтвердит обвинение, либо оправдает обвиняемого. Но мы видим жесткое сопротивление созданию любого следственного органа, который бы дал бы ответ обществу, а общество требует ответов. Поэтому я говорю еще раз, мы видим, как сопротивляется власть открытости расследования. Я являюсь замглавы комитета по противодействию коррупции. И мы как профильный комитет будем этим заниматься. Более того, в среду на нашем комитете будет присутствовать генпрокурор, перед которым поставят вопросы также по тому, что происходит сейчас в следствии по 7,5 миллиардам. И от нашего комитета будет выдвинуто 7 человек, уже здесь согласование, которые войдут в эту группу и будут заниматься расследованием. Вы будете частью этой группы? Я буду не просто частью этой группы, я надеюсь даже каким-то способом ее возглавить. Я позафракционный. Я действительно хочу узнать прав Гордиенко или премьер. А самое главное, что я никак не маркирован ни одной политической силой. Хорошо, спасибо, что были в студии. Ну и будем ждать среды. Вы проанонсировали участие генпрокурора в вашем заседании. Явно там в том числе и наша камера. Не только наша камера, но и наша в том числе камера будет. Так что услышим все из первых уст. Всех благ, спасибо. Сменим тему. На уходящей неделе социологи опубликовали данные опроса общественного мнения и результаты неутешительные. Вот что говорят социологи. Каждый пятый украинец хочет переехать на постоянное место жительства. Хочет уехать в другую страну. Впрочем, на данный момент только чуть больше 6% из этого числа потенциальных эмигрантов уже сидят на чемоданах, уже готовятся к переезду. И все потому, что каждый третий считает, так говорят социологи, считают финансовое положение своей семьи как низкое. И еще 30% сказали социологам, мол, получают ниже среднего. Только ли это заставляет людей думать о переезде? Ну вот такая ситуация. Давайте в ней детальнее разберемся. Да, добрый вечер. Проходите, пожалуйста, в студию. К нам Алена Шкрум подъехала. Христос воскрес. Вечер добрый. Народный депутат, пятый номер Батькивщины, человек, который несколько лет прожил во Франции, прожил в Англии. Вы учились там, насколько я понимаю. Скажите, а почему и вы, и многие из вашего поколения вот тогда вернулись, вернулись в Украину, бросив карьеру, которая могла сложиться за рубежом? И почему сейчас украинцы стремятся уехать? Вот каждый пятый украинец хочет эмигрировать, говорят, соцопросы мы только что данные привели. Разочарование очень большое и политикой, и разочарование очень большое новой страной, и новой властью. Реформы идут достаточно медленно, ну давайте говорить откровенно. Изменения пока в основном в худшую сторону, несмотря на то, что на этой неделе Верховной Раде удалось принять несколько очень важных законов, в том числе про рынок газа, например. Но все-таки мы сейчас ощущаем больше негатива. Цены растут, гривна упала, война на Востоке тоже дает о себе знать, каждому из нас фактически. Ну и люди, конечно, ищут новую, лучшую жизнь. А как по-вашему, если главный из этих факторов выбрать, война, экономика или все-таки ощущение, что в эту страну ничего хорошего не ждет? Что толкает людей за рубеж? Мне кажется, что толкает скорее безнадега такая. Пока есть надежда, что что-то поменяется, пока есть надежда, что что-то сделают и что в этой стране они смогут себя реализовать и что им не будут мешать, по крайней мере, открывать свои небольшие какие-то бизнесы, то пока эта надежда есть, они остаются. И самое страшное, что мы можем допустить, это потерять вот для людей эту надежду, чтобы люди просто махнули рукой на эту страну и сказали, да знаете, уеду и буду делать что-то другое. Потому что Украина это невероятно богатая страна. Вы как человек, который жили за рубежом, а вот что вы можете сказать нашим зрителям, которые, может быть, сейчас нас с вами смотрят и задумываются о том, чтобы куда-то уехать, там на заработки или совсем уехать? А насколько вот по большому счету украинцу легко себя найти там в той же Англии, в той же Франции? Может быть, люди в иллюзиях просто? Ну, вы знаете, я не думаю, что люди в иллюзиях, я думаю, что люди просто разочаровываются в том, что я здесь. И как раз мы общаемся с очень многими и студентами, и выпускниками, и ребятами, которые уехали, ребятами, которые нам звонят, пишут и думают, а возвращаться, не возвращаться, а вот пора уже возвращаться, а когда я могу вернуться? Мне кажется, что в душе практически все мы, мы хотим жить на своей земле, мы хотим жить там, где у нас друзья, родственники, мы хотим жить в Украине. Но когда мы уже теряем вот эту надежду, конечно, хочется все бросить и уехать. Мне кажется, что сейчас точно не время терять эту надежду, что окно возможностей у нас еще есть, и наоборот, нужно брать все в свои руки. То есть вот последний Майдан, последние все события Верховной Раде показали, что действительно хорошо организованное меньшинство, и это касается не только депутатов, это в меньшей мере касается депутатов, а в большей мере каких-то вот гражданских активистов, наших волонтеров, активных там наших бабушек и дедушек со старого поколения, которые каждый день нам звонят, пишут и что-то требуют. Вот эта активность, это то, что сейчас нужно делать. Сейчас нельзя опускать руки, потому что мы все ответственны за нашу страну, и мы все будем ответственны перед нашими детьми в будущем. Мы смотрим, сколько ребят возвращаются, сколько ребят уезжают. После Майдана был огромный переезд, конечно, в Украину, потом некоторые уехали, но сейчас люди все-таки сомневаются и по чуть-чуть возвращаются. И, конечно, мне хочется, чтобы даже этих сомнений не было. Я понимаю, насколько тяжелая экономическая и политическая ситуация и война на Востоке, но мне кажется, что еще не время отпускать руки, и точно еще мы не в том моменте кризиса, когда нельзя ничего исправить. Нужно просто брать, делать самостоятельно, приходить к нам, критиковать нас, требовать от нас и от власти, от Яценюка, чтобы мы двигались быстрее. Но все-таки возвращаться в Украину, если вы там, и пока что повремениться отъездами и пытаться себя искать здесь. А мы будем поддерживать максимально, что мы сможем проживать, и мы готовы рассматривать все важные законы для поддержки как раз малого и среднего бизнеса, и для того, чтобы у нас была лучше и система образования, и система поддержки наших производителей, и несколько таких законов мы приняли. И я думаю, что все-таки следующий год будет гораздо более оптимистичным, чем многие из украинцев сейчас себе это видят, честно. Ну, спасибо за оптимизм, он был очень нужен, спасибо, что в праздничный день к нам приехали в студию. И далее у нас сюжет Елена Механик, моя коллега, поговорила с теми, кто уже уехал за рубеж, и с теми, кто только собирается. Вот это и зарубежцы, вот это и отрядом зарубежцы будут, наши односельцы, которые работают за кордоном. Глава сельской рады поселка Сасово точно знает, кто сейчас на заработках за границей. В основном ездят люди, но я знаю, что много женщин ездят на заработки. Чи то у дома господарка, чи то в Чехии, в ресторанах, в Словакии. За громадными по местным меркам деньгами ездит половина жителей небольшого закарпатского села. Сколько можешь заработать на заработках? На заработках минимально 700 долларов, максимально 1200. По сравнению с украинскими зарплатами, по 1000-1200 гривен, поверьте мне, что можешь идти. Иван вернулся из Будапешта на прошлой неделе. Несколько месяцев тяжкой работы без выходных, зато, говорит, не обманут. Ну так зато мы туда едем, потому что там хотя бы 100% выплата. У нас в основном ездит все за выработку. А дома что? Дома нема никакой работы. Потому что у нас в Киеве можно поработать месяц-два, прийти без грошей. Мне бы очень хотелось уехать для того, чтобы мой ребенок получил образование хорошее. Не в нашей стране, в Европе, в Америке, в Канаде. Просто в других странах там люди более социально защищены. У нас, я вот работаю на двух работах. Я не знаю, смогу ли я дать своему ребенку образование. Женя работу за границей решила искать через агентство. За такую услугу ей придется отдать две первые зарплаты. За это гарантируют официальное трудоустройство и контракт. Хочу в Канаду, английский у меня в процессе, вот я сейчас его учу. Специально с моей стилист-парикмахер и у меня также 7-летний ребенок. Без знания языка, то есть на данный момент, так как вы говорите, что вы еще только учитесь, вам нужно будет получить сертификат. Так как без сертификата, к сожалению, вы пока что никак не сможете выехать, не получить визу, не трудоустроиться. Последние где-то месяц-полтора люди стали уже делать не туристические визы, а люди уже стали задумываться именно об отъезде на ПМЖ, на заработке, на работу. Даже в рамках нашего агентства, которое довольно-таки мелкое, туристическое, не сетевое, не операторское, мы каждый день принимаем по 2-3 человека с подобными запросами. А крупных агентств, которые занимаются трудоустройством за границей, целенаправленно, я думаю, что там цифры исчисляются сотнями. Максим ведет собственную статистику. За рубежом, с распростертыми объятиями, сегодня ждут разве что светилмедицины и компьютерных гениев. Остальным дорога заказана официально. Но люди все равно рвутся к лучшей жизни на свой страх и риск. Легально туда выехать почти невозможно, поэтому, конечно же, люди делают обычные туристические визы, по ним туда выезжают и остаются. И очень много сейчас запросов на получение статуса беженца. Люди прилетают в аэропорт прямо на паспортном контроле, заявляют о своем желании остаться в качестве беженца в этой стране. Единственная страна, которая еще легально принимает наших граждан, это Польша. Чем отличается Польша от Украины? Тут, если ты заработаешь очень маленькую зарплату, ты можешь себе и свою семью проголдовать. Яна из родного Новоград-Волинского в чужую Варшаву перебралась две недели назад. История Яны похожа на другие кредитные истории. Дела деньги в банке на развитие бизнеса, квартиру заложила. В результате ни дела, ни жилья. Если я была директором фирмы, директором агенции, то сейчас просто-напросто я начинаю все с нуля. Так как работают тут очень тяжкие люди, работают, начиная с простого, с прибирания, с опекой, с няней. Яна предпочитает не говорить, кем теперь ей приходится работать. Петр прячет лицо, опасается, что его сложная история. Вкупе с горловской пропиской может навредить его же грандиозным планам. Сейчас я на этапе подачи своих документов на американскую визу. Я, в принципе, нашел несколько танцевальных школ, в которых я хотел бы преподавать и в которых я хотел бы работать. Несколько также подработок, например, официантами или разносчиком пиццы, что не считается оскорбительно в Соединенных Штатах Америки, что нельзя сказать про Украину. Почему вы решили уехать из Украины? Во-первых, очень тяжело зарабатываются деньги. Так как я студент, то стипендий, в принципе, не хватает ни на что, даже чтобы заплатить за квартиру или за то же общежитие. Никаких, в принципе, программ в Украине у нас образования плюс работа у нас не предлагаются. Поэтому совсем не хватает материальных благ, хотя бы даже на проживание, на питание. Елена Механик, Наталья Неделька, Марина Коваль, Игорь Антонюк. Подробности недели, телеканал «Унтер». Ну и понятно, что многие едут за рубеж нелегально, получив визы туристические. Благо, выдавать их стали активнее. Ну вот, посмотрите, вот данные официальной статистики. За последние два года украинцам выдали почти полтора миллиона шенгенских виз. Половина из них многократные, со сроком действия от года до пяти. При этом длинные визы лучше всего выдавали славянцы, литовцы, словаки, поляки и голландцы. Ну, согласно официальной статистике, самое изговорчивое – это латвийцы. В их консульстве в Украине действительно меньше всего отказов, всего лишь 0,2%. Это значит, что не выдают визы лишь двум из тысячи заявителей. Ну а дальше в рейтинге гостеприимности идут литовцы, словаки и чехи. А вот рекордсмен по отказам, кто бы вы думали? Бельгия. Тут отказывают визы каждому десятому. В рейтинге самых несговорчивых посольств, также Германия, Швеция и Швейцария. Тут из каждых ста человек отказывают пятерым. Ну и в этой ситуации мы с вами, конечно же, ждем момента, когда об очередях в визовые центры или в консульство можно будет просто забыть, когда мы сможем ездить в ЕС без виз, когда безвизовый режим введут. Многие надеялись, что все случится уже в мае этого года. Когда в Риге состоится саммит Европейского Союза, мол, вот там-то все и подпишут. Но сейчас, сейчас западные дипломаты, кто в приватных разговорах, а кто уже и вслух, все чаще говорят, что решение по Украине в Риге в мае, скорее всего, принято не будет. Что не так и какие прогнозы, давайте узнаем прямо сейчас. У нас на связи человек, который был в команде переговорщиков при подписании соглашения об ассоциации с Евросоюзом, Елена Зеркаль, замминистра иностранных дел страны. Вечер добрый. Добрый вечер. Насколько я понимаю, для получения безвизового режима Украина должна выполнить ряд условий. А что именно хочет от нас Евросоюз? Что именно мы должны сделать? И правда ли, что одно из главных условий, основных, это борьба с коррупцией? Борьба с коррупцией действительно является креугольным камнем для украинского общества. У нас еще не состоялось назначение главы антикоррупционного бюро. У нас еще не завершены процедуры по созданию агентства антикоррупционного. От нас ожидают конкретного плана действий. Плана, где они увидят, как мы собираемся организовывать процессы по созданию бюро, агентства. Когда оно зафункционирует, когда будет набран состав, когда будет понятно, какие функции окончательно и сколько людей будет работать. Скажите, а что со сроками? Вот нам обещали, что безвизовый режим могут чуть ли не весной дать. Потом говорили об осени. Сейчас появились осторожные прогнозы, что все-таки мы сможем ездить в Европу без виз уже хотя бы до конца года. Ваш прогноз? Мой прогноз заключается в том, что все будет зависеть исключительно от нас. Как только мы будем выполнять критерии, мы будем получать позитивные сигналы и мы получим безвизовый режим. Ну, подождите, ведь эти критерии страна достаточно давно уже могла выполнить. Вот посмотрите, там соседнее государство, маленькая Молдова и ее граждане очень давно уже ездят в Евросоюз без виз. Чем мы хуже? Я думаю, что то, что мы до сих пор не получили безвизовый режим, это фактически наши промахи, которые мы делали в периоды до этого. Молдаване оказались более дисциплинированными, чем мы, в принятии решений и в понимании того, что если ты хочешь попасть в Европейский Союз, если ты хочешь, чтобы твои граждане путешествовали свободно, ты должен создавать такие же правила, как действуют в Европейском Союзе. Потому что они понятны там и они принимаются там. Елена, а можно откровенно, вот может быть вопрос не только в том, что кто-то более дисциплинирован, кто-то нет. Мне западные дипломаты неофициально говорили, что очень большая проблема, очень большое препятствие, это ситуация на востоке страны. Что, мол, боевики ДНР и ЛНР, они тоже граждане Украины и если все украинцы получат безвизовый режим, они тоже смогут буквально хлынуть в европейские страны. Безусловно, вопрос безопасности очень сильно волнует Европейский Союз. Для них очень важно, чтобы мы обеспечили фильтрацию процессов при выдаче биометрических паспортов, для того, чтобы действительно криминальные элементы не могли воспользоваться преимуществами безвизового режима. Именно поэтому сейчас создана определенная рабочая группа в государственной миграционной службе, которая занимается разработкой дополнительных критериев миграционных рисков. И к этой работе привлечены как голландские эксперты, так на следующей неделе тоже к нам приезжает делегация из Германии во главе с государственным секретарем Министерства внутренних дел. И вместе с несколькими экспертами из Германии, для того, чтобы помочь нам разработать такой профиль риска и обеспечить безопасность, безопасность прежде всего нашу внутреннюю, а также для того, чтобы гарантировать, что люди с криминальным прошлым и с криминальным настоящим не будут пользоваться преимуществами безвизового режима. Елена, я правильно вас понял, что под этим термином фильтрация, вы понимаете то, что не все граждане Украины получат биометрические паспорта, а значит не все и смогут безвизово в ЕС ездить. Насколько это поможет снять проблему? Мы надеемся, что это будет именно тот механизм, который должен снять всю обеспокоенность, которая существует в европейском обществе по поводу криминальной ситуации, связанной с военными действиями на юго-востоке Украины. Ну, спасибо за откровенное интервью, на самом деле об этом возможном нововведении еще никто не говорил. Елена Зеркаль, замминистра иностранных дел страны. Ну и пока сроки, когда мы с вами сможем ездить в Европу без виз, даже опытные дипломаты, как видите, назвать не могут, процветают всяческие мошенники, торгуют гражданством. В Украине сейчас новая схема появилась, аферисты предлагают найти жену в Молдове, ведь с молдавским паспортом, в отличие от украинского, можно запросто ездить в Европу без виз. Наш корреспондент Руслан Смещук выяснил, а насколько все серьезно. После получения Молдовой безвизового режима с ЕС, шустрые украинские дельцы тут же наладили торговлю гражданством солнечной страны. Заманчивое предложение нахожу на первом же сайте объявлений. Звоню. Для оформления сделки отправляюсь во Львов. Именно здесь находится фирма, которая сделает из меня настоящего молдаванина. Договариваясь о встрече, место назначают нейтральное, в одной из львовских кафешек. Добрый, вкус вам. Мужчина представляется Антоном, делец уверяет, работает целая команда, свои люди у него везде, так что схема надежная. Румынский паспорт, рассказывает Антон, тоже можно купить, но за 2500 евро и ждать придется целый год. Одно из самых распространенных схем получения гражданства другой страны, это, конечно же, фиктивный брак. Я не хочу платить деньги жуликам, лучше на свадьбу потрачусь. Поэтому отправляюсь на поиски своего безвизового счастья самостоятельно. По пути пытаюсь учить молдавский. Преусофац Кунустина Кудомниостро. Я хочу познакомиться с вами. Село Бутучене – одно из самых красивых в Молдове. Тут-то я и буду искать жену. Местные жители, едва узнав, что я хочу жениться, ведут в подвал. Осторожнее, немножко сквозь. И предлагают не жену, а выпить. Кто был на Титанике, говорит, все было. Нурок не было, удачи не было. Говорит, наливайте. Нурок. Нурок. Ну, после такого душевного приема, самое время искать жену. Вы замужем? А вот пошли вы за меня замуж? Или нет? Нет. Буаназио. Буаназио. Вот вы бы согласились пойти за меня замуж? Ну, вы уже тоже скажете. Я не молодая уже. Задача, оказывается, не такой простой. Иду попытать счастье в таверну. Как мне очаровать просто вот с первой встречи. Любовь с первой встречи. С первой встречи вряд ли. Буаназио. Буаназио. Меня зовут Руслан, я из Украины. Сколько надо времени ухаживать, да, чтобы девушка поняла, что у меня вот какие-то серьезные намерения. Неделю где-то, максимум месяц. Вы бы пошли за меня замуж? Нет. На помощь приходят местные мужчины. Как можно вот украинцу найти жену в Молдавии? Что можете посоветовать? Помогли. Через газету объявлений? Ну, а как-то вот романтичнее, что ли. И романтичнее нам надо искать. Что ж, попытаюсь счастья в Кишиневе. Может, столичные штучки попроще деревенских окажутся. В Кишиневе невесты презентабельнее. Стартуя с места в карьер. Нет, у меня есть человек. А проходит пару часов, и вот она, моя фея. Татьяна, по глазам вижу, к браку со мной. Готова. Боназио. Здравствуйте. О, вы говорите по-русски? Да. Отлично. Меня зовут Руслан. Каким должен быть украинский мужчина, чтобы он просто вот поразил вот с первого раза девушку из Молдавы? Вы знаете, я думаю, что таким же, как и любой другой мужчина. Надежным, красивым, обаятельным, с чувством юмора. Да. А вы бы за меня пошли замуж? За вас? Да. Ну, дело в том, что мы с вами мало знакомы, я вам скажу. Хорошо. Вы мне дадите шанс познакомиться больше. Может быть, куда-то пройдемся, не знаю, погуляем и пообщаемся. И тогда, может быть, вы знаете меня больше и будете понимать, что нет. Ну, давайте попробуем. Отправляю оператора с камерой подальше, чтобы не мешал. В Таниной кампании время бежит быстро. Есть у меня шансы? Я думаю, что мы это с вами решим. Ваши следующие визиты. Навряд ли я вернусь к Тане. Во время свидания она раскрыла мне главную тайну получения молдавского гражданства. По местному законодательству только через три года после заключения брака я смогу получить молдавское гражданство. Я надеюсь, что за это время Украина получит безвизовый режим СС и нашим согражданам не придется идти на такие ухищрения и жертвы. Руслан Смещук, Иван Нашкиндер, Александр Данилов и Юрий Голубинка. Подробности недели телеканал Интер. Ну, а далее, далее прервемся на рекламу, чтобы встретиться в начале следующего часа ровно через 12 минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это подробности недели. Мы в прямом эфире. Вечер добрый всем тем, кто присоединился к нам и с праздником. Христос воскрес. Этими словами приветствовали друг друга по обе стороны линии фронта. И там, и там молились о мире. А вот как это было? Тем из нас, кто праздновал Пасху, пусть и не в лучшем настроении, из-за финансовых проблем или из-за войны, но все-таки дома представить это сложно. Мы сможем это выяснить по разные стороны линии конфликта. Сейчас два наших корреспондента. Геннадий Вденко и Андрей Лащ. Андрей Лащ в центре Донецка. У моих коллег мы прямо сейчас узнаем, как прошли праздничные дни в прифронтовой зоне по обе стороны линии разграничения. Ну, для начала. Для начала репортаж из Донецка, где многие не куличи, а половинку черствого батона светили. Пасха под звон колоколов и рокот пушек. Смотрите далее. На километр вокруг выжженная войной территория. Донецкий аэропорт находится в опасной близости. Но и здесь, среди руин, живут люди и готовятся к празднику. У сестер-пенсионерах, живущих в районе аэропорта, мы не были две недели. А поскольку на носу Пасха, а продукты здесь негде купить, идем с гостинцем, будем красить яйца. Здравствуйте. Здравствуйте. К празднику надо подготовиться. Ну, ничего, успеем. Вот это же хватит, да? Вот сейчас я ополосну ее и водички наберу. Вода у пенсионерки пока есть, но почти год нет ни света, ни газа. Пошли теперь кассир полить. Готовит бабушка прямо на обочине. Ее домашний очаг – это два кирпича. Из двух храмов в поселке Октябрьский уцелел только один – Свято-Игнатьевский. Вот он. Сейчас его восстанавливают всем миром, чтобы провести здесь праздничную службу. Снаряд закопался. Вот его часть хвостовая. Вот это подарочек нам. Вот аэропорт, вон он. Его восстанавливают. Выдернуть невозможно просто. Огромные воронки вокруг. Залетали снаряды и в сам храм. Но каким-то чудом он выстоял. Вот центральный купол был. Сняли. Вот, как видите, прямое выпадание. Купол. Вот и тачка едет. Ну, здрасте. Младшая сестра вернулась домой. Участвовать в подготовке к празднику Антонина отказалась. Считает, Бог отвернулся от них. Порисуй. У меня же рука не действует. А что рисовать? Христос. И воскрес. Местные жители работают на восстановлении храма бесплатно. Работа кипит как снаружи, так и внутри. Электрики восстанавливают паникодила, центральную люстру. Купол, крыша выдержит? Вот, конечно, выдержит. Оно как раз и до войны все вот было тут. Я просто смотрю, поврежден немножко. Ну, не немножко, сильно. Но вот восстанавливает купол, все будет как и прежде. Пасхальная ночь во всем поселке будет гореть только одно окно. Прости нас грешных всех и помоги нам, чтобы был мир на нашей земле украинской. Чтобы все было благополучно. И не было братоубийства. И чтобы не было голодовки. Чтобы все, все было хорошо. А за окном уже привычные автоматные очереди и взрывы минометов. Вот снова с пулемета. Но это уже в районе аэропорта. Каких-то 15 километров от линии фронта и празднование Пасхи выглядит иначе. В центральной части Донецка решили не отменять крестный ход, но зато отменили комендантский час. Обычно безлюдные в столь поздний час улицы ожили. Все спешат в храм семьями. Слава Царь и Сына, и Святому Духу, и Ныне и Блигси, и Победите, помоги. ПЕСНЯ Он в сердце, чтобы к Богу обратились, перестали делать грех. Вот яйца Пасхи красила сама, пекла. Пришла в храм на всеночную. Отстаю, помолюсь за мир на нашей земле. Шумная ночь прошла, но утро тише не стало. Немногочисленные жители поселка Октябрьский, что под аэропортом, все равно стекаются к своему единственному храму. Вы знаете, страшно. Я по инерции вздрагиваю. Уже вздрагиваешь, боишься. Ну а что, думаешь, Господи, может быть Всевышний защитит уже в этот день? Слава Отца и Сыны, Светом и Духой, И не пристрелит веки веков, ами. Пасхальная служба в поселке Октябрьский началась под звуки выстрелов и разрывов снарядов, но даже они не могут заглушить звон колоколов и молитвы прихожан. Ясно да услышит победную поющую, Христос воскресе и смирит ты. Молитва только о мире и Христос воскресе. Это самый главный праздник. Мы никогда его не пропустим. И пришли все в свой родной храм. Все верят в мир. Он возможен. Ведь на колокольне поселилась семья белых голубей. Это благой знак. По разной стороны линии конфликта и пасхальную ночь и весь сегодняшний день провели наши корреспонденты. Сейчас с нами на прямой связи Кеннадий Бивденко и Андрей Илащ. Андрей в центре Донецка. Андрей, какая у вас ситуация? В связи с праздником смолкли ли выстрелы? Дима, на данный момент в самом городе спокойно. Днем на улицах появляется все больше людей. Многие в эти дни приезжают специально, чтобы помянуть умерших родственников. Но судя по всему, не у всех это получится. По крайней мере, два кладбища, Новоигнатьевская и Иверская, закрыты. Они заминированы. Относительно спокойно прошла праздничная ночь. Правда, были слышны выстрелы на окраинах города. Самая горячая точка до сих пор аэропорт и прилегающие к нему поселки, тот же Октябрьский. Ранним утром там были слышны звуки снарядов и пулеметные очереди. Но люди, тем не менее, шли в храмы и, несмотря на опасность, отстояли все полтора часа пасхального богослужения даже рядом с линией соприкосновения. И главное, о чем просили Бога, чтобы в их дома вернулся мир. Дима. Спасибо, коллега. Спасибо за работу и за сюжет. Геннадий Вивденко по другую сторону линии разграничения. Геннадий, а о чем были те молитвы, которые ты слышал в эту пасхальную ночь и слышал сегодня? Геннадий, каждое событие здесь, не связанное с войной, вызывает особую радость. Мы сегодня отправились с группой священников вдоль линии фронта. И все, с кем мы общались, военные, гражданские, говорили, что в этот день они просили у Бога мира для Украины. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Благословенный Бог наш, завжди ныне по всех часу, навеки вечний. Аминь. От священников на прошедшей неделе на линии фронта я видел почти каждый день. Они активно работают, и как волонтеры. В частности, познакомились с отцом Иваном, настоятелем одной из церквей города Димитра в Донецкой области. Батюшка родился и рос в России, потом жил и учился в Ивано-Франковской области. И уже 12 лет живет на Донбассе. В своей работе используют крапила, необычного для церковных канонов патриотичных тонов. Он, правда, поясняет это по-своему. Синие для него это силы небесные, желтое это земное, живое. Мира, добра, счастья. Всем мир и всем. Сколько на фронте вы живете здесь? Ну, я недавно мобилизованный. Сколько служить еще? Еще служить 9 месяцев. Мир, сапож, жертв. Одна думка у всех. Разного став. И все побожания, которые отходили нам, воеврали, которые мы посылаем всем, это только закончить войну. Мы сегодня с трех часов ночи ездим по линии фронта и церкви всех конфессий, ну, просто переполнены. чтобы напомнить, что Бог творит Всесвит. И мы не в праве, как венец творения людина, не в праве нищить его, нищить природу, або нищить життя люди. Я его случайно побачу. Такого, что нет разницы, какой конфессии. Там есть все, которые уже пришли через всю войну. Я тоже сказал, что действительно вера очень много спасает. Божьим промыслом эти сутки в АТО прошли без жертв. Но сейчас сохраняется напряженная обстановка в районе поселка Пески, около Донецкого аэропорта. На этом все пока, Дим. Спасибо коллеге Геннадию Евденко, Андрей Лащ. По обе стороны линии разграничения и там, и там молились. И в эту пасхальную ночь сегодня молились о мире. Продолжим. Давайте не забывать, что сегодня, не только Христово Воскресенье, мы празднуем. 12 апреля, День космонавтики. А наша страна по-прежнему в космическом пуле. Хоть и рискует из него вылететь. Почему и что думают о космических проектах, помимо Киева, в других мировых столицах? Об этом наши собственные корреспонденты. Америка в космосе долго была лидером, но все изменилось в последнее время. В небо над США легендарные шаттлы не взлетают уже как 4 года. Американцы, конечно, с ностальгией вспоминают те времена, когда с мыса Канаврова по несколько раз в год в космос отправлялись челноки. Но ничего не поделаешь, запуски оказались слишком дорогими. Пришло время считать деньги. В космос теперь американцы летают в основном, используя российские корабли «Союзы» и российские космодромы. Украина по праву гордится своей более чем полувековой космической историей. Но именно сейчас она рискует вылететь из пятерки крупнейших космических держав. Здесь, в Европе, освоение космоса – это не просто частная инициатива, а стартап и реалити-шоу. Причем не без элементов фантастики. Шаттлы прослужили Америке долгую службу. На протяжении 30 лет они возили в космос и обратные экипажи и грузы. Но челноки оказались, во-первых, ненадежными, ведь из пяти построенных два разбились, а во-вторых, уж очень дорогими и сложными. Куда проще безотказный и простой как топор «Союз», на который теперь американцы и берут билеты, ну, фактически как на поезд. Отказавшись от собственных запусков, Америка сосредоточилась на других, более тонких и наукоемких программах. Например, марсоход «Кьюриосити», который уже несколько лет катается по поверхности Марса и показывает в прямом эфире все свои находки. Главная задача – найти воду, минералы, а также следы жизни на Красной планете. Минералы, кстати, недавно нашел. А летательные аппараты американцы отдали на откуп частным структурам. Теперь бизнес-гиганты вроде «Боинга» работают над созданием своих частных космических кораблей. Ну, конечно, под присмотром НАСА. Первый запуск космического корабля планируется уже через два года. Заняты космосом и американские военные, которые как будто плетут над Землей сложную сеть спутников для сверхточной связи и корректировки работы беспилотников. Но американцы по-прежнему первые по количеству астронавтов в околоземной орбите. По итогам прошлого года в общей сложности побывали 334 американцы. Это почти в три раза больше, чем россиян. Неудивительно, ведь бюджет на космос в Америке тоже космический. В год порядка 40 миллиардов долларов. Вот как в Украине с космическими программами, коллеги. А в Украине ракетно-космическая отрасль выживает не благодаря, а вопреки. Проектов масса, денег нет. На космосе откровенно экономят. Три года назад финансирование урезали вдвое. И с тех пор КБ и заводы выживают только за счет коммерческих заказов. Но если раньше одним из крупнейших заказчиков была Россия, то сейчас сотрудничество практически прекратилось. Москва отказалась покупать ракеты-носители «Зенит». Заморожен совместный проект «Днепр», где боевые ракеты «Сатана» переделывали для гражданских нужд. В итоге даже на знаменитом Днепропетровском «Южмаша» зарплату уже за 4 месяца задолжали. Поговаривают, у проходной завода теперь стоят вербовщики. Переманивают лучших специалистов в Россию. Молодежь увольняется очень массово, очень быстро. Она не ждет. Еще год назад было тысячу где-то 700, сейчас осталось тысячу молодых специалистов. Это до 35 лет. Сколько у нас было и фрезеровщиков, и токарей, они просто как в школу. Они приходят, учатся здесь и уходят. И еще на частных фирмах нормальную работу, где нормально платят. В госбюджете космической отрасли выделили около 3 миллиардов гривен. Вроде бы и цифра внушительная, но это деньги только на зарплату, коммуналку и погашение кредитов. На новые проекты ноль. Наши технологии весьма востребованы в мире, но государство продвигать их не помогает. Держава практически не определяет увагу к этой галузе. У нас есть интересная программа «Поветрический старт». Так что украинская космическая сфера выживает как может. Кто новых партнеров за рубежом ищет, кто на оборонку переориентируется. Но и те, и другие с недоумением спрашивают. Мы ведь стратегическая для страны отрасль. Ракетчики горько шутят. Если государство не поддержит, придется подключать волонтеров, чтобы они собирали деньги на новые космические корабли. София, в Европе кажется, что-то подобное уже есть? Да, коллеги, здесь всем миром собрали 700 тысяч долларов на смелый и отчаянный проект по колонизации Марса. Астронавтов выбирают через интернет. Правда, билет гарантируют только в один конец. На все про все надо 6 миллиардов долларов и 10 лет, чтобы обустроить на Марсе космическую деревню. Колонизаторы должны будут там заниматься строительством и выращивать себе еду. Идея принадлежит предприимчивым голландцам, которые собираются транслировать все этапы полета в реалити-шоу. Вы никогда больше не почувствуете ветер в волосах, пение птиц, снега, скрипящего под ногами. Если вы цените эти вещи, то вы не должны подавать заявку на полет на Марс. Я Бас Вансер, я основатель миссии Марс-1. Из 78 тысяч конкурсантов наш соотечественник в сотни избранников. Может воплотить мечту миллионов, стать астронавтом. Я связался с руководством, потом подал заявку и вот сейчас я уже в третьем туре. Тот факт, что миссия безвозвратная, а на Марсе придется работать и обеспечивать себя самостоятельно едой и питьем, жителя Житомира не пугает. В данный момент я страха не испытываю, потому что я иду к своей мечте. Здесь нет семьи. Я думаю, если бы у меня была семья, я бы, наверное, скорее всего не участвовал в таких невозвратных экспедициях. Впрочем, у этого проекта немало критиков в научных кругах. До сих пор на Марс корабли весом больше тонны не приземлялись. Растения в космосе ни разу вырастить не удалось. Да и собранных средств слишком мало. Но организаторы уверены, благодаря реалити-шоу межпланетного масштаба деньги появятся. Состоится ли полет на Марс или не состоится полет на Марс, пока понять трудно. Проверить это можно будет опытным путем не раньше 2023 года. София Гордиенко, Валентина Левицкая, Дмитрий Еловский. Подробности недели телеканал Интер. О полете Гагарина, о советских космических проектах сегодня и завтра будут много говорить и писать. Только вот вопрос, а можно ли будет показывать в украинском эфире многое из того, что относится к освоению космоса? Дело в том, что почти везде там советская символика, а почти все космонавты с советскими орденами. После каждого полета в космос появлялись кадры, как экипаж отчитывался перед генеральным секретарем ЦК КПСС. Все это теперь будет противоречить новому закону, который в середине этой недели приняла Граховна Рада. Ведь если его подпишет президент, ну к примеру, нельзя будет ни символику показать, ни генсеков упомянуть. Ну в законе, конечно же, есть оговорка, запрет не относится к развитию украинской науки и культуры. Ну вот космодром Байконур, это украинская наука или советская? Никто не против того, чтобы навсегда сказать прощай коммунистической идеологии. Вот только зачем, к примеру, города переименовывать, тратя на это огромные суммы? В общем, этот запрет, который, конечно же, порадовал часть украинцев, одновременно напугал другую часть нашего общества. Ну, дошло даже до того, что оппозиционный блок к президенту обратился с просьбой витировать этот закон. И вот как оппозиционеры это объясняют. О каком объединении страны можно говорить, если святые для нас люди, ветераны, боятся выходить на улицу со своими боевыми орденами, боевыми медалями, потому что на них теперь уже запрещенная советская символика. То есть, разрушив фактически нормальную жизнь страны, они хотят сотни миллионов гривен сейчас потратить на переименование районов, городов, областей. Сейчас надо переименовать, получается, и Днепропетровский, Днепродзержинский, Кировоград и еще сотни городов. Александр Вилкул из Днепропетровска, одного из городов, которые переименовать должны. Сменим тему. Ситуация в Одессе. Новости из Одессы не давали нам покоя всю неделю. Постоянно приходили сообщения о новых арестах. На данный момент количество задержанных уже к сотне человек подошло. Вот только о другом СМИ не говорят. Скольких из этой сотни, о которой бодро отрапортовали силовики, уже отпустили? Ну, помните. В прошлый раз в нашу студию, вот здесь он стоял, приходил бывший посол Соединенных Штатов в Украине, Джон Хербст. Так вот, в ответ на мой вопрос, а что в Вашингтоне думают об украинской борьбе с коррупцией, о тех же задержаниях просто на заседаниях Кабмина? Мудрый дипломат сказал тогда фразу, которую мы здесь в редакции очень часто повторяли. Он сказал, this is показуха. Ну, так и сейчас. Одесса мой родной город, у меня семья там живет. Как и все мы, я против того, чтобы в украинских городах звучали взрывы. Ну, давайте откровенно. Очень хочется, чтобы и показухи, вот, которые американцы говорили, в отчетах милиции не было. Наш одесский корреспондент Андрей Анастасов разбирался в происходящем в любимом всеми нами городе. СБУ зачищает Одессу. Лишь за последний месяц в Приморском городе задержано около ста человек. Всех их подозревают в терроризме. Служба безопасности отчитывается. Теракты готовили к годовщине освобождения Одессы в день приезда самого президента. Мол, хотели начинить самодельные взрывные устройства гвоздями и гайками, чтобы пострадавших было как можно больше. План действий и деньги якобы получали от российских спецслужб, чтобы попытаться помимо ДНР и ЛНР создать еще одну так называемую Народную Республику Одесскую. Мы находим место, где был один из арестов. В спальный район Одессы, улица Левитана. В этом здании спортзал театрально-художественного училища. Так эти избушники куда пришли? Вот сюда же. Они ворвались. Открыли эту дверь. А потом прошли. Дальше и там где занимались, там и положили их, а потом дальше прошли. Выясняется, спортзал арендует православное казачество. Именно его активисты и арестованы. Директор училища потрясена. Говорит, казаки тут уже два года. И за все это время она ничего подозрительного не замечала. Мол, здесь просто школьников обучали. Приходили дети. Дети приходили. И тренер. Один, второй тренер. Тренера. Вот офис организации, которую считают сейчас террористической. Тут глухо. Двери закрыты. Соседи хозяев давно не видели. В видеороликах, которые казаки размещали на своем сайте, сейчас он уже заблокирован. Вроде и действительно никакой крамолы. Походы, военная символика. Вот только силовики уверены. Задержанные одесситы получали задания от координационного центра в России. Даже готовили несколько убийств. И гонорар им уже дали 150 тысяч долларов. Именно тех, кого заказали киллером, силовики не разглашают. Известно только, что в списке на убийство был и депутат от Одессы Алексей Гончаренко. Я не пользуюсь охраной, никогда не пользовался и не планирую это делать в дальнейшем. Надеюсь, что служба безопасности Украины, специальные службы Украины смогут меня защитить. Ну и Господь Бог поможет. Остальные обвинения еще более громкие. Мол, террористы даже мосты взрывать хотели, чтобы в буквальном смысле отрезать часть Одесской области от остальной Украины. Вот эти мосты через Днестровский лиман и Днестр. Через них идут две единственные дороги, которыми можно добраться на юг Одесской области. В пяти минутах ходьбы от одного из них было еще одно задержание. СМИ писали, гранаты и оптический прицел нашли даже у настоятеля православного храма, отца Георгия. Мы едем в маяке. Оказалось, после суток допроса батюшку уже выпустили. Ведь граната оказалась учебной, а прицелы к мневматическим винтовкам, которые не запрещены. Священник даже службу смог провести. Говорит, показывал это все молодежи, чтобы с оружием умели обращаться. Это и прихожане подтверждают. Рассказывал, с чем бодюют, показывал эту гранату. И с этого шума такой сделали, что вообще. Они, видимо, хотели завязать это, потому что там задержали 29 вот этих казачков. И он тут со своими пацанами казак. Зачистка проводилась по всей Одессе. Истории разные. Вот, например, в этом доме на Черемушках силовики выбили людям двери и сломали мебель. А потом извинились. Оказалось, квартиры ошиблись. Люди до сих пор в шоке. От интервью на камеру отказываются. Но один из одесских журналистов на своей странице в социальной сети сообщил подробности. Мол, выйдя из первой квартиры, группа захвата зашла в соседнюю. Снова ломали двери. Снова обыск. У подозреваемого нашли георгиевскую ленточку и берет морпеха. А затем с переломанными ребрами увезли в больницу. Он сейчас в этой палате. Внутри люди в милицейской форме. Здравствуйте. А можно будет телеканал Интер? Телеканал Интер. А мы хотели узнать, почему здесь. Скажите, хотя бы кто вы. Я общаюсь с товарищем, потом позже я выйду. Милиционеры в итоге так и не вышли. Да и вообще, как оказалось, сами не знают, что делают в больнице на Пасху. А вы здесь тоже охраняете, да? В смысле? Больного, да? Не знаю. В Одессе до сих пор остался свой антимайдан. Его активисты происходящее критикуют. Говорят, показуха. Мол, нынешние задержания в Одессе – попытка запугать активистов перед майскими праздниками. А кроме того, показательные аресты перед визитом Петра Порошенко. Им должна быть какая-то информационная бомба, какие-то там события, которые якобы перед приездом президента активизировались тут Россия. Сам Петр Порошенко во время пребывания в Одессе версию о показушности арестов опроверг. Хочу вас запевнить одно. Это было не подложено под мой приезд, хотя я знал детали операции. И сегодня наикращие фаховцы из питания контрозвидки, антитеррористичных подразделей СБУ демонстрируют, что служба умеет эффективно работать. Спасибо большое, что смотрели с праздником. Субтитры создавал DimaTorzok